И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе и в целом по стране. За последние сутки в России зарегистрировано более 10,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших по стране приблизилось к 187 тысячам. От COVID-19 за сутки умерли 98 человек. В Ненецком округе по состоянию на 8 мая диагноз COVID-19 подтвержден у 49 граждан. Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией был выявлен в Наринмаре 6 мая у пациента терапевтического отделения Ненецкой окружной больницы. Он переведен в инфекционное отделение номер 2, которое развернуто в здании детского отделения. Состояние заболевшего удовлетворительное. Он получает необходимое лечение. В окружной больнице предприняты всевозможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На карантине в обсерваторе находится 12 человек. Под наблюдением дома 203 человека. Всего сделано 1580 тестов. Впереди новая волна майских праздников. Большое опасение вызывает 9 мая – День Победы. Есть большая вероятность того, что не все жители окружной столицы будут соблюдать ограничительные меры и останутся дома. Несмотря на то, что массовые мероприятия в округе по-прежнему остаются под запретом. Дорогие жители Ниньского автономного округа, от лица всех сотрудников Роспотребнадзора поздравляю вас с праздником 9 мая, с праздником Великой Победы. К сожалению, в этом году придется нам отмечать этот праздник в азовых условиях, без парада Победы, без бессмертного полка. Очень важно сегодня помнить о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. Необходимо носить маску, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами и не допускать массового скопления людей. Придерживаясь всех правил, мы сможем избежать распространения коронавирусной инфекции на территории Ниньского автономного округа. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения готовит изменения в постановлении губернатора Ниньского округа о введении режима повышенной готовности. Как сообщает в профильном ведомстве, ограничительные меры в регионе планируется продлить до конца мая.